Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. Очень хорошо зарекомендовали себя в плане именно городского спокойного транспорта. На смену ржавым пазикам. Сегодня в Петрозаводске презентовали новые автобусы. Сегодня мы будем вручать награды тем, кто идет впереди. Медали, ордена, звания и почетные грамоты. Жителям Карелии вручили государственные награды. К 300-летию Екатеринбурга из Петрозаводска доставят копию ботика императора Петра I. Первый рейс по направлению Магаз Петрозаводск благополучно прибыл в аэропорт Бесовец. Теперь прямые перелеты свяжут столицы республик Ингушетия и Карелия и будут регулярными. Пассажиров первого рейса встретили артиста ансамбля «Кантели» и наш корреспондент Егор Буяла. Пассажиров первого авиарейса из Ингушетии по доброй традиции в Карелии встречают под аккомпанемент инструментов ансамбля «Кантели». В воздухе самолет провел около четырех часов. Не самый близкий путь, но никого это не смутило. Очень хорошо. Тем более, когда маленькие дети, это вообще все нормально, все хорошо. Очень понравилось. Рейс вообще замечательный. Вообще никакой турбулентности. Понравилось. Все было на высшем уровне. Загрузка рейса 24 человека, но региональные туроператоры ожидают скорого увеличения потока. Для первого раза это весьма неплохой показатель. Направление «Магаз-Петрозаводск» вошло в список субсидируемых в этом году. Полеты будут еженедельными по четвергам. В этом году, чуть ранее, в прошлом месяце был запущен Екатеринбург, который также пользуется спросом. До этого Казань, Сочи. То есть направление мы увеличиваем. Это прекрасная тенденция. С каждым годом мы будем, скажем так, работать дальше над увеличением направления географии. Как для возможностей и жителям республики посетить, скажем так, разные уголки России, так и расширить географию наших туристов. В этом году новых прямых рейсов пока не предвидится. Однако ситуация всегда может поменяться. И у жителей Карелии появятся новые возможности, где и как провести свой отпуск. Егор Буяла, Сергей Беляев, Служба новостей. Сегодня в Петрозаводске презентовали новые автобусы. Они будут ходить по трём городским маршрутам – пятому, четырнадцатому и двадцать девятому. Машины на природном газе. И, что важно, новые, вместительные и удобные. Рассказывает Ефим Овчинников. Появление этих автобусов Петрозаводск безусловно ждал. На смену ржавым пазиком постепенно стал приходить современный общественный транспорт. В нём все условия для людей с инвалидностью. Расчёты как наличными, так и банковской картой. Есть даже зарядки для телефонов. Очень хорошо зарекомендовали себя в плане именно городского спокойного транспорта. То есть машина поворотливая, удобная, вообще без проблем. Гидроусилители очень хорошие. Руль выворачивается просто двумя пальцами. Все автобусы прошлого года выпуска, недавно с завода. Их больше сорока. Одни, как эти большие, есть и поменьше. Компания, которая пришла на рынок перевозок в Петрозаводск, работает в 11 регионах нашей страны. Будет отдельная диспетчерская служба, которая будет через ГЛОНАСС контролировать выполнение транспортной работы, отправление и прохождение промежуточных точек на маршруте. Главное, уверяют городские чиновники, в прошлое должно уйти бесконечное ожидание маршруток на остановках. Грядущая транспортная реформа обязана навести порядок. Такая сбалансированная система, которая позволит, во-первых, нам, как городской администрации, обеспечить интересы горожан, которые пользуются общественным транспортом. Вторая ситуация, безусловно, страхует нашего партнера, нашего контрагента от каких-то рисков. Сбалансированная система, регулируемый тариф, по нему уже в стране большинство работает. Она тоже не идеальна, но, тем не менее, это, безусловно, прорывной такой шаг по сравнению с тем, что мы имели место до сегодня. Ну а новые автобусы выйдут на линии уже в ближайшее время. Напомним, что это будут маршруты 5, 14 и 29. Ефим Овчинников, Борис Касьянов, Служба новостей. Лучшим людям Карелии вручили государственные награды. Торжественная церемония состоялась накануне, в День образования республики. Медали, ордена, звания и почетные грамоты достались тем, кто своим трудом и ответственностью внесли огромный вклад в развитие региона. В зале благородного собрания Национального музея собрались те, чей труд, опыт, талант и профессионализм были отмечены правительством Карелии. Это жители нашей республики, люди самых разных профессий. Их достижения заслужили всеобщего признания. Мы будем вручать награды тем, кто идет впереди, кто на этом нелегком пути идет за собой остальных. Пожалуй, это, наверное, самая такая приятная процедура для руководителя любого ранга. Ну и, конечно, для главы республики это тоже, наверное, самые светлые такие памятные часы, минуты. Одна из первых наград была вручена многодетному отцу из Кондопоги Владимиру Семенову. У него четверо детей, но он добровольцем пошел участвовать в специальной военной операции. И теперь удостоен медали за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе СВО. Ну, я не считаю себя героем. И, ну, нет таких ощущений, что там я герой или что. Я выполнял свою работу, и в этом ничего такого нет, я считаю. Заслуженные награды вручали медикам, сотрудникам лесного, рыбного, жилищно-коммунального хозяйства, социальной службы строителям, работникам культуры и образования. Среди них Татьяна Дропека, преподаватель экономических дисциплин Колледжа культуры и искусств. За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство ей присвоено звание заслуженного работника образования Карелии. Ой, ощущение очень волнительное, потому что, конечно, это очень важная такая награда региональная, государственная. Очень долго я, конечно, старалась для того, чтобы достичь таких вот высоких результатов. И очень почетно и приятно. Вот у меня папа же, он тоже преподаватель в Петрозаводском государственном университете. Преподавал долго, где я тоже немножечко преподаю теперь. И, конечно, я эту награду посвящаю ему в памяти папе. В завершении церемонии глава Карелии поблагодарил награжденных за великое служение своему делу и поздравил их с Днем Республики. Анжела Дробышевская, Станислав Шведов, Служба новостей. Еще одну торжественную церемонию провели для юных жителей нашего региона. Им вручили паспорта. Свой основной документ ребята получили из рук главы Карелии. О том, как это было, расскажем в нашем сюжете. Вручение паспортов юным петрозаводчанам прошло на площадке карельского филиала фонда «Защитники Отечества». Получить свой первый документ пришли 14 ребят с родителями. Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил молодых людей с важным шагом на встречу взрослой жизни. Сегодня на самом деле вы вступаете на очень интересный, сложный, ответственный, но еще раз хочу сказать, безумно интересный путь взросления. Вы становитесь, если еще не совсем взрослыми, вы уже действительно приобретаете целый ряд обязанностей и ответственность. Сегодня свой паспорт получил 14-летний Иван Писарев. Юношу переполняли эмоции. Я очень счастлив был, что мне глава Республики Карелии выручает паспорт. Чувствую себя ответственным, как бы уже гражданин Российской Федерации. Выдача паспортов в такой торжественной обстановке – часть акции «Мы граждане России». Ее запустило движение первых. Получить свой первый документ из рук главы региона для петрозаводских школьников очень почетно и приятно. Это событие запомнится ребятам на всю жизнь. Алексей Неживенок, Станислав Шведов, Служба новостей. Минобразование Карелии сообщило о первых итогах единого госэкзамена, а жителей Куковки пугает соседство с Борщевиком. Об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». Пятеро учеников в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов. Минобразование региона сообщило о результатах экзаменов по географии, литературе и химии, которые карельские выпускники написали 26 мая. Знаки «Пешеходный переход» установили на пересечении улиц Володарского и Калинина в Петрозаводске. Автомобилистов призывают к осторожности на этом перекрестке. Просьба относится и к пешеходам. Жительница Куковки пожаловалась на активный рост борщевика во дворах микрорайона Петрозаводска. Там гуляют дети и животные, при этом растения вызывают сильные ожоги. Следующая рабочая неделя в стране будет короткой. Понедельник объявлен выходным в честь празднования Дня России. Прокуратура Республики направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере сделок с недвижимостью на сумму более 6,5 миллионов рублей. По версии следствия, в течение 8 лет участники организованной группы входили в доверие к собственникам квартир, злоупотребляющим алкоголем, а также к пожилым людям и инвалидам, которые испытывали материальные трудности. Затем убеждали их совершить сделку с недвижимостью с целью получения дохода. Мошенники навязывали свои посреднические услуги и гарантировали выплаты после оформления документов. Во время сделки потерпевшие подтверждали фиктивное получение денег за отчуждение имущества. С целью склонения граждан к совершению сделки, злоумышленники предоставляли для осмотра в качестве якобы будущего жилья квартиры подконтрольных им лиц, передавали незначительные денежные средства, спиртные напитки и продукты питания, оказывали помощь в решении мелких бытовых вопросов, создавая видимость дружеского участия. После оформления сделок они регистрировали право собственности на участников организованной группы, либо на подконтрольных лиц, продавали объекты недвижимости, распределяли между собой полученный доход и скрывались. В результате пострадали 16 жителей города Петрозаводска и Кондопоги. Они лишились и единственного жилья, и денег. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд. Сейчас в Москве проходят Дни Карелии. В честь дня рождения региона в метро открылась фотовыставка «Подземная русскеала. Тайна глубины». Показать наш удивительный край озер тайги и древних легенд организаторы решили через работы спелеолога, фотографа и журналиста Антона Юшко. В рамках Дней Карелии в российской столице прошел и фестиваль «Мельница Сампа». В программе выступления исполнителей и коллективов региона, интерактивные мастер-классы по плетению из бересты, резьбе по дереву и многое другое. Напомним, фестиваль проводится ежегодно с 2017 года при поддержке правительств Карелии и Москвы. К трехсотлетию Екатеринбурга из Петрозаводска доставят копию ботика императора Петра I. Его построили в клубе «Полярный Одиссей». Ботик передали екатеринбургскому отряду юных мореходов «Каравелла». Подробности у Анны Ильчик. Воспитанники Екатеринбургского центра «Каравелла» приехали в Петрозаводск испытать копию исторического судна и проверить свои мореходные навыки. В свое время Петр I окрестил этот небольшой ботик дедушкой русского флота. На таком судне он сам обучался морскому делу. В наши дни копия ботика станет обучающим судном для юных екатеринбуржцев. Сначала тренировки прошли на Онежском озере. Одно из самых таких значимых событий для меня в отряде, вообще на выездных мероприятиях, потому что это будет самая большая лодка у нас в «Каравелле», 6 метров 20 сантиметров. И, конечно, походить тут на таком историческом судне очень классно на самом деле. Погребли, попробовали, что значит быть матросом на таком историческом судне. На самом деле работа очень нелегкая. Как рассказывает Лариса Крапивина, командор клуба «Каравелла», для воспитанников это очень важное событие. Мальчишки и девчонки хорошо знакомы с оригиналом лодки. Ведь она хранится в Военно-морском музее Екатеринбурга. Испытать копию легендарного ботика в деле можно уже сейчас. Такие здесь масштабы. То есть, что у вас такие мастера удивительные строят и большие лодки, и маленькие. Мы приехали, во-первых, провести ходовые испытания, мы это сделали, смогли. Ну, а во-вторых, уже все, принять полностью лодку и увезти ее в наш город, чтобы там во всех мероприятиях, посвященных юбилею, она смогла участвовать. Этот ботик мы построили для императорского православного палестинского общества. В этом обществе есть школа «Каравелла». Вот ребята сейчас должны подойти сюда. И вот они будут на этом ботике осваивать морскую практику. Символично, что судно осветили и спустили на воду 9 июня, в день рождения Петра I. Анна Ильчик, Алексей Локтев, Служба новостей. Сегодня работники социальной службы Карелии приняли участие в велопробеге «Дорогой добрых дел». Он приурочен к их профессиональному празднику. Проехать полукилометровый маршрут вдоль Онежской набережной от начала вплоть до Каменной площади – еще один подвиг для тех, кто каждый день помогает другим. Мне, вот лично мне, мне нужно делиться энергией, мне нужно делиться заботой. Одной моей семьи не хватает. Поэтому приходится и, слава Богу, что есть такое место, куда я могу прийти и отдыхать душой. На маршруте были и познавательные остановки. У Ротонды сотрудник ГИБДД напомнил соцработникам о правилах дорожного движения для велосипедистов. Через велопробег максимально привлечь внимание и общественности наших горожан, жителей республики к нашей профессии – социального работника, которая и многоградна, и трудна, но очень благородна. Такие велопробеги прошли в Петрозаводске и во всех районах республики. Пусть Мария Федоровна живет активной творческой жизнью. Такое пожелание прозвучало на открытии новой выставки в музее Изо Карелии. Все лето гости экспозиции смогут видеть предметы живописи, графики, скульптуры, которые когда-то выбирали для своей личной коллекции императрица Мария Федоровна и император Александр Третий. 67 предметов этой коллекции входят в собрание нашего музея Изо. В первом зале экспозиции императрица Мария Федоровна «Последняя хозяйка Анечкова дворца» гостей встречает сама важная персона, а вернее ее портрет – кисти художника Ивана Крамского. Здесь же работа и Марии Федоровны. Датская принцесса Дагмар сначала, уже потом императрица, брала уроки рисункой живописи у художника Алексея Боголюбова и, по его словам, овладела колоритом и вкусом краском. Произведения из личных покоев Марии Федоровны художников первой величины раньше хранились в императорской резиденции – Анечковом дворце в Санкт-Петербурге. В Петрозаводск они попали почти сто лет назад, из Ленинградского музейного фонда, когда распределяли национализированные произведения искусства. Интересно, что и сейчас в музее Изо обнаруживаются предметы из Анечкова дворца, которые не были атрибутированы, опознаны. Так, например, по документам и по фотографиям нам удалось обнаружить даже в наших фондах пять скульптур, которые, оказывается, к нам пришли из Анечкова дворца, а раньше они не считались таковыми. Так получилось, что вся научная работа, которая была проведена за последние годы, она позволила нам здесь, в этих залах, представить большую часть музейных предметов, чем мы представляли раньше. И вот, например, раньше у нас выставка была 18-20 произведений, мы показывали, то сейчас 67. Посетители музея Изо раньше не видели многих предметов из Национального музея Карелии, ранее Краеведческого. До 1960 года именно там хранилась коллекция Анечкова дворца и его последней хозяйки Марии Федоровны. В 2018 году директор музея Наталья Ивановна Вавилова предложила мне заняться этой темой и сказала, это интересно, тебе затянет. И действительно, вы знаете, затягивает, затягивает интересная судьба этой женщины, судьба страны того периода времени, судьба произведений искусства. Любопытно, что Петрозаводск был первым городом в путешествии по России наследника престола Николая Александровича, брата Александра Третьего. Ему предложили принять участие в выпускном Волонецкой мужской гимназии. Именно в ее здании размещается сейчас музей Изо. Так что императорская семья незримо представлена здесь еще и таким образом. Юлия Кучеренко, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. Насладиться искусством, причем необычным, можно и на Онежской набережной в Петрозаводске. Там горожан и гостей карельской столицы радует питерский музыкант Федор Григорьев игрой на необычном инструменте. Он называется бутылофон. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Хороших вам длинных выходных. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин